Доктор, я думаю, вы со мной согласитесь, что в последнее время очень актуальной темой стала тема ожирения. Особенно в развитых странах это довольно часто встречается. И это заболевание приводит к возникновению множества осложнений у пациентов. И очень популярной стала тема бариатрической хирургии. Можете ли вы сказать, есть ли какие-то абсолютные показания, когда нужно проводить операцию, какие-то границы, когда нельзя проводить операцию? И что может ожидать пациент? Насколько он может ожидать улучшения своего состояния? Бариатрическая хирургия в нашей больнице проводится уже 15 лет. И я должен согласиться, что это цивилизационная болезнь ожирения. Да, данная цивилизационная болезнь не только угрожает жизни самого пациента, потому что у нас есть пациенты, которые достигают 200 кг веса, но и значительно ограничивают качество жизни каждого пациента. За весь исторический период, что мы делаем операции для пациентов с ожирением, мы прошли много разных типов операций и остановились на той самой эффективной и имеющейся самый большой позитивный взнос для пациента. Это слив гастроктомия, либо рукавная гастроктомия. Проводим ее лапароскопически. Данная операция предназначена для сужения желудка, при которой удаляется более 80% самого желудка. За свою карьеру я провел больше 1400 подобных операций. Особенно в последние годы к нам стали приезжать на данную операцию пациенты с разных стран. В основном это пациенты из английскоговорящих стран, Англия, также арабскоговорящие страны и русскоговорящие пациенты. Данная операция также относится к тому классу операций, где очень важно большое количество операций, которые провел каждый конкретный хирург и конкретная команда хирургов, работающая на данном отделении. Мы за эти годы провели уже очень много данных операций и в год проводится больше 340 операций. Отлично. То есть вы все-таки, резюмируя, предпочитаете, ну скажем так, более предпочтительно проведение сливка астроктомии, нежели желудочного шунтирования. Правильно я понимаю? Мы за всю историю бариатрических операций пробовали бандажи желудка, шунтирования, но в Истоге остановились на слив гастроктомии как более качественной и эффективной операцией, потому что в теле человека не остается никаких инородных материалов и пациент принимает меньший объем высококалорийной пищи. Наша больница при лапароскопических роботизированных операциях использует чистые титановые скрепки и можем гарантировать, что используем только от известных производителей все дополнительные сопутствующие материалы. Что касается пациентов, у которых, скажем так, гиперожирение, индекс массы тела больше 40, их сразу можно брать на операцию или перед этим что-то надо сделать? Как-то можете этот момент? Это индекс показания к операции. Здесь есть два типа показаний к операции. Либо бодимасс индекс больше 40, то это уже прямое показание. У пациентов второго типа бодимасс индекс больше 35, но есть сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, либо боли в спине, либо еще какие-то дополнительные сопровождающие заболевания. Сейчас существует, скажем так, дилемма по поводу предпочтения проведения операции роботизированной либо лапароскопической. Это касается не только бариатрической хирургии, а и других оперативных вмешательств. И многие специалисты в Германии, я лично с этим сталкивался, они предпочитают и рекомендуют проведение лапароскопической операции, нежели роботической. И утверждают, что они могут не менее качественно сделать это. Как вы считаете, все-таки робот или лапароскопия? Для меня этот вопрос абсолютно ясен. Основным таким сигнализирующим, допустим, признаком является операция роботизированной простатектомии, в которой большое количество урологов может провести лапароскопически, но однозначно проведение роботизированной операции более безопасно и несет более реальные результаты, более быстрые результаты для пациента. В целом считается, что использование робота да Винчи имеет смысл в тех операциях, где сама рука хирурга является слишком большой и может принести большой вред, при внедрении в тело человека. Потому что сами входы оперативных инструментов у робота да Винчи это 8 миллиметров и по сравнению с тем, чтобы ввести руку в полость человека, они, конечно, значительно менее вредны. Меньше вреда приносят здоровье во время операционного процесса. Должен заметить, что с нашей стороны использование робота да Винчи не является коммерческим проектом. Там, где можно провести операцию лапароскопически, там, где нет необходимости использовать дорогие материалы, расходные на робота, мы используем лапароскопию. Хорошо. Еще один момент, на котором бы хотелось акцентировать внимание. Вот в странах СНГ там есть такая проблема, может быть, и даже не только в странах СНГ, выявление опухолей желудочно-кишечного тракта на поздних стадиях. Особенно у опухоли простаты очень важно использовать в качестве дополнительных методов при поздних стадиях облучения, либо фотоновая, либо протоновая, которая останавливает развитие раковых клеток непосредственно в органе. Пациент должен иметь возможность обсудить с доктором все возможные методы лечения. Нигде не написано, что хирургия, конечно, является единственным способом решения проблемы. Это возможность радиотерапии, либо химиотерапии. Она должна быть объяснена пациенту в качестве того, что это всего лишь остановка развития опухоли. И через 4 минуты... Что касается опухолей толстого кишечника, то при начальных стадиях операция означает полное излечение пациента. В более поздних стадиях, когда операционный процесс нужно будет дополнить, химиотерапия, либо радиотерапия, либо в последней стадии, когда пациент уже более ослабленный и не способен перенести химиотерапию, либо облучение, тогда делаются уже палеоактивные операции, которые не удаляют рак, а только снимают симптомы и помогают пациенту пережить какое-то время. В современном свете большое значение придается профилактике колоректальных раков. В Европе стандартно проводятся скрининговые профилактические осмотры, как колоноскопия, гастроскопия. Также у пациентов старше 40 лет каждый год проверяется ПСА-маркер для того, чтобы на ранних стадиях обнаружить возможные опухоли. Каждый оперирующий хирург вам порекомендует проходить регулярно эти профилактические осмотры, которые вам с большой долей вероятности помогут определить на самых-самых ранних стадиях появляющиеся опухоли, а это значит полностью. А как часто их надо проходить? То есть один раз, два раза в год? Начиная с какого возраста? Есть какие-то градации? Один раз в год для пациентов старше 40 лет. Один раз в год для пациентов старше 40 лет. Это считается самым оптимальным решением, когда сам пациент может о себе позаботиться и сохранить свое здоровье. Так же, как и у хирургов, здесь очень важен человеческий фактор того колоноскописта или гастроскописта, который проводит обследование, у человека с большим опытом меньше вероятность того, что он не заметит какую-либо опухоль. Вообще, в конце нашей беседы я бы хотела подвести итог и рассказать в целом, что кроме медицинского подхода и медицинских услуг в нашей больнице, мы стараемся видеть в любом пациенте человека, который боится провести операцию, который не всегда готов к ней, и чаще всего к ней не готов. Он боится, ему нужна помощь. Эту помощь мы ему предоставим и добрым, доброжелательным, человеческим, милым способом. И со стороны межчеловеческих отношений ему здесь будет комфортно. Да, это замечательно. На самом деле, это очень важно. Психологическая составляющая не только качественное оказание медицинской услуги, а еще и психологическая составляющая, психологическая поддержка для пациентов. Это очень важно. Я уверен в том, что очень многое зависит от характера самого доктора и обслуживающего персонала, который приходит в контакт с иностранным пациентом. И несмотря на то, что наши диагнозы, которые доктор должен искать пациент, бывают очень сложными и неприятными, не обязательно этот должен быть фильм ужасов. Это вполне можно сказать человеческим языком и объяснить, и успокоить пациента. Все это не только модернные технологии. Технологии современной – это не единственное животное. Есть еще такой момент, такое понятие, как пивной живот. Как вы к этому относитесь, и как можно с этим бороться? И есть ли такое вообще? Потому что многие люди знают, что Чехия производит очень хорошее, качественное, вкусное пиво. И многие любят это пиво. И есть ли такая проблема у Чехов? Это большая проблема. Первое, что я хотела отметить, большая разница между пациентом с боди-масс индексом 27, у которого есть животик, и человеком с ожирением, у которого боди-масс индекс больше 40, и у него огромный живот. А также, если у человека БМА-индекс больше 45, то, конечно, у него есть показания к бариатрической операции, а потом дальше еще и к пластической операции. Даже из него не получится кукольный кен. Будет выглядеть немного лучше. Хочу отметить, что бариатрические операции, они показаны, когда целый организм человека имеет повышенный объем жира. Если у пациента нет общего ожирения, то ему порекомендуем скорее пластическую хирургию, либо некоторые операции по моделированию фигуры. Живот вам понятно? Нет. Окей, все, спасибо вам большое за исчерпывающие ответы на вопросы. Очень приятно было побеседовать с вами. Добро пожаловать в больницу Святой Звиславы. Мы работаем с букимет. Мы работаем с букимет. Мы работаем с букимет.